Я просто думаю, что нужно сделать вообще вводное, потому что аудитория, наверное, без некой вводной даже нет смысла начинать разговоры об оттестировании. Потому что оттестирование это некая весьма пронгнутая настройка над Google Аналитикой. Начнем с того, что такое Google Аналитика. Сейчас просто покажу свою Google Аналитику. Google Аналитика – это инструмент, который считывает данные. Смотрите, когда я с компьютера захожу на свой сайт, на какой-нибудь сайт, на сайт Монда Вера, в котором я работаю, в этот момент компьютер сам передает этому сайту параметры. Он рассказывает ему, какой там стоит браузер, мобильное это устройство, не мобильное, из какого, ну, по IP-адресу видно, из какого региона это все происходит, пришел человек. Соответственно, все это. Более того, Google Аналитика оставляет у человека, у человека в компьютере вот в этом маленькую меточку зашивает. В этой мете каждый раз потом, когда я один раз зашел на сайт фонда Вера, то потом каждый раз, когда я буду заходить в фонд Вера, компьютер будет эту метку передавать в Google Аналитику. И в Google Аналитика будет видеть, что это один и тот же человек. Поэтому мы видим, видите, вот эти вот два сегмента. А синий это Returning, New Visitor, зеленый Returning. То есть зеленый это те люди, у которых эта метка есть, то есть это человек второй, третий или более раз уже, то есть он уже здесь был. Google Аналитика это все отслеживает. Дальше, что следит Google Аналитика. То есть вы бегаете между страницами, можно даже в режиме реального времени посмотреть. Вот, допустим, сейчас мы найдем меня. А Google Аналитика видит, что у нас вот, смотрите, по одному человеку на каждой из этой страниц. Вот я сам сейчас зайду на сайт фонд Вера, и Google Аналитика там сейчас найдет там меня. Так, вот, ну, с какой-то лагмента обновляется. Вот, вот это я. Сейчас я пойду на другую страничку волонтерского. И Google Аналитика увидит, что я пошел на страничку волонтерского. Вот, видите, вот она видит. Все мои передвижения на этом сайте, на сайте фонда Вера, где стоит кусочек кода Google Аналитики, Google Аналитика фиксирована. Дальше что получается? Используются три основных понятия. То есть есть просмотр, есть сессия или посещение, и есть посетитель. Посетитель — это я, но на самом деле под посетителем понимается вот этот конкретный компьютер. То есть Google Аналитика не знает, что это Сережа, Вася или там Алексей. Соответственно, она считывает посетителей, икуников иногда это называется на сленге, она считает его термином устройств. То есть если я зайду сейчас с мобильного телефона на сайт фонд Вера, он меня засчитает как другим посетителем. Если у вас есть человек, который смотрит вас в двух разных устройствах, аналитика его считает примерно разными. Гугл Аналитика по умолчанию не идентифицирует человека через логин. Это топ-доп модуль, который надо прикручивать. Соответственно, если мы прикрутим, то да, она объединит этих два разных устройства на обсе. Это, опять же, танцы с бубном. Поэтому это мало кто использует, потому что на самом деле это пересечение небольшое, 5-7%. Поехали дальше. Соответственно, страница это понятно, я на каждой странице. Что такое сессия? Сессия – это непрерывный просмотр одного сайта. Вот в тот момент, когда я ухожу с сайта фонда Вера на сайт в другой внешней ссылке, там, я не знаю, СМИ, то есть сейчас я пойду во внешней ссылке, и сессия закончится. То есть в данном случае сессия прервалась, и если я обратно вернусь с сайта НТВ на сайт фонда Вера, начнется другая сессия, то есть мне будет засчитан уже 2 сессии за эти сутки. То есть посетитель был один, у него 2 сессии, и там… Ну сейчас мы посмотрели 5 страниц на сайте. Это происходит, если страница как-то закрывается или вообще… Не-не-не, вот я вот ушел, смотрите, я ушел на другой сайт, страница не закрылась, но я ушел на другой сайт. Сессия прервалась. Переход по внешней ссылке. И закрытие или переход по внешней ссылке прерывается, если… Не прерывает. Поэтому старается, ну, все больше людей старается делать так, чтобы ссылки открывались в новом окне, или вемплер называемых, вот когда, ну, сейчас покажу вам… Ну, когда ролик НТВ встроен в вашу страницу, то есть человек с вашего сайта не уходит, а прямо на нем здесь он смотрит ролик НТВ. Вот это Гугл Аналитика. Так, что еще интересно узнать Гугл Аналитика? Гугл Аналитика знает, как правило, как правило… Смотрите, вот это важный момент, который надо понимать. Так, источники трафика, есть там набор отчетов. Как правило, Гугл Аналитика знает, откуда вы пришли. Из социальной сети, по ссылке по баннеру, через поисковика, из e-mail, или там прямой заход, просто вот директ, когда мы вбиваем вот так вот, вот так вот ссылочку в адресную строку. Здесь такой есть интересный нюанс, что, в принципе, не броузер, когда… То есть данные из Гугл Аналитики, броузер черпает… То есть Аналитика черпает из данных, которые передают устройство. Устройство вправе, вправе не передавать эту информацию, поэтому здесь вы видите некорректность данных процентов так на 80. То есть в целом надо понимать, что данные… Многие данные Гугл Аналитики, они являются или неточными, или косвенными. То есть она сама восстанавливает, допустим, каким-то сторонним признаком, что вы пришли из поиска, хотя вот на самом деле машина этих данных не передала. Но, например, таким параметром является возраст. То есть мы можем, например, посмотреть… Сейчас, где-нибудь статистика… Вот демографические данные, возраст и пол посетителей. На самом деле вот это устройство, оно не знает, какого я пола. Но это данные косвенно, которые восстанавливаются косвенно. Допустим, если устройство вот это обходит по сайтам с женской одеждой, то, как правило, на всех сайтах установлены счетчики Гугл Аналитики. Надо понимать, что Гугл видит вообще… Гугл знает о вас почти все. На каких сайтах… Он никому эти данные не выдает, но он это все знает. И когда мы видим вот эту статистику, это значит, что вот я, допустим, мужчина, да, я смотрел сайты с автомобилями, про войнушку и еще что-то такое мужское, да, и он считает, что за этим компьютером пользуется мужчина. И, соответственно, когда я захожу на наш сайт, я попадаю в какую-то категорию. Категорию мужчин. Но это по косвенной призме, то есть по факту он не знает. Здесь есть, может быть, погрешность в порядке 30%. То же самое про возраст. На самом деле, вот тоже интересно посмотреть на демографию, что-то он как-то некрасивый, это все. Ну, вот можно посмотреть по группам, как распределено. Но, опять же, это косвенное распределение, потому что я в ноутбук не ввожу возраст при включении, а мы тоже не знаем до конца. Вообще, опять же, соответственно, много полезных, интересных отчетов бывают Google аналитики. Например, можно посмотреть сейчас поведение. Есть отчет контент. Контент, это, допустим, на какие страницы попадают люди. Вот у нас, например, очень интересная ситуация. У нас вот это статьи, которые посвящены для родственников пациентов. И их читают люди, которые в нас не заинтересованы, но там просто написано много про помощь. И эти статьи очень хорошо находятся через поисковики. И мы видим вот интересную картину. То есть мы видим, как вот эти люди, то есть он объединяет их, группирует по статьям 316 сеансов, да. То есть 273 человека совершили 316 заходов на вот эти странички. И мы видим, что в основном эти люди, то есть проводят на нашем сайте 28 секунд, и вот такое маленькое количество просмотров страниц на один сеанс говорит, что они читают эту статью и уходят. Это основная функция Google аналитики. Мы видим, что, когда мы группируем людей по разным критериям, мы видим, что поведение людей очень сильно отличается. Например, вот здесь вот гораздо длиннее время, проведенное больше, чем время, проведенное на сайте. Естественно, больше всего на главу. И эта аналитика, она и затем нужна, что ты разделяешь всю свою аудиторию на группы по какому-то признаку, и, соответственно, у тебя есть подсказки, откуда тебе приходят заинтересованные к тебе люди, откуда не заинтересованные. Вот здесь, допустим, у нас не было давно сборов на Facebook, очень часто вот сюда здесь появляется страничка сбора на Facebook, откуда Facebook пересылает народ. И здесь видно, то есть и время просмотра, то есть сколько люди по времени читают эту страничку. Глубина просмотра говорит о том, мы перешли, и они на какую-то страничку после, допустим, на страницу Афон. Все это достается из аналитики. Вы можете посмотреть, сколько людей, приедя на страницу какого-то ребенка, после этого пошли читать про ваш фонд. И дочитали они до конца. Опять же, дальше начинается история про цели и конверсии. Сколько я понимаю, у здесь присутствующих это большой-большой вопрос. Что такое цели, что такое конверсии. Цель – это то, что вы определяете сами, то, что вы хотите от пользователя. Так, регистрация волонтеров. Вот давайте, кстати, интересная история. Поставим цель регистрации волонтеров. И пусть будут эти источники волонтеров. То есть мы всю нашу выборку разделили на группы по тому, откуда эти люди пришли. И цель, смотрите, регистрация волонтеров. Как я объявляю эту цель? У нас на сайте, если найти в раздел «Аблу волонтерам», то вот здесь вот есть… Где-то здесь есть анкетка. Так, 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 так. Где-то здесь есть анкетка. Вот, вот смотрите. Вот здесь есть ссылка на анкету. Здесь есть очень интересный нюанс. Вот на этой ссылке, на этой вот ссылочке стоит счетчик. И это счетчик цели. Каждое нажатие по этой ссылке добавляет вот сюда очко. Соответственно, мы потом видим, откуда к нам пришли эти счеты. Эти люди, которые стали нашими волонтерами. И где больше всего выхлоп. То есть, условно говоря, из 100 человек… Из 100 человек здесь 3 человека… Наверное, сколько? Сейчас он покажет. Вот. По социальных сетях из 100 пришедших человек 3 человека нажали на эту ссылку. И из поиска, из 800 человек, только 6 нажало эту ссылку. То есть, относительная эффективность социальных сетей в 3 раза больше, чем поиска. То есть, отсюда вывод, что если мы ищем волонтеров, то лучше всего обращаться к соцсетям, потому что это более эффективный инструмент. Какая еще может быть история? Соответственно, целей может быть много разных. Опять же, мы сайт НКО. У нас есть цель. Первая наша цель, естественно, приоритетная цель – это деньги. Потому что денег нам очень не хватает. Помощи нужна многим, а на помощь денег нет. Соответственно, первая задача сайта – собирать деньги. Вторая цель сайта – это приглашать волонтеров. И, соответственно, для каждой этой истории у нас настроены в аналитике вот эти вот цели. То есть, где я замеряю деньги. Вот вы захотите вот сюда, нажать на кнопку «Я хочу помочь». И заполняете вот эту формочку. Вводите какой-нибудь 1 рубль, соглашаетесь со всем. Вот в момент, когда вы совершаете вот этот вот действие, заполнили все данные и вас перебрасывает на номер карты, вот в этот момент здесь дополнительно посчиталась цель… Ну, короче, электронная торговля называется. То есть, это цель пожертвования. Вот эта цель здесь добавилась очком. Соответственно, потом я вижу, вот точно так же я вижу, я по каждому… То есть, смотрите, я беру некий признак, источник, и вижу, откуда приходят пожертвования. Дальше я беру другой какой-нибудь признак, например, опять же, можно возраст взять… Любой абсолютно признак, имеющийся в базе возраста, и посмотреть, где у нас больше всего конверсия. Опять же, больше всего у нас в возрасте 25-34. То есть, чаще всего вот эти люди нам жертвуют. Посмотрим, кто чаще всего нам становится волонтером. Опять же, так, волонтеры становятся, где люди группы 35-44, что интересно. Поехали дальше. Допустим, по географии, ну, понятно, что там, наверное, не сильно поможет география. Очень интересно, допустим, по контенту. То есть, страница в кода. То есть, какая страница больше подбивает людей к тому, чтобы… То есть, через какую страницу люди становятся волонтерами. То есть, приходя на какую страницу, люди становятся волонтерами. То есть, четыре человека записались в волонтеры. Они изначально, то есть, внешняя ссылка сразу вела на страницу волонтеров. А вот здесь этот из главных. То есть, люди пришли на главную, почитали о фонде, увидели о том, что можно стать волонтером. Потом пошли и нажали на аркету стать волонтером. Ну, то есть, вот такие истории. Google Analytics нужна для вот этого всего. Чтобы доставать из вашего сайта понимание, что у вас на сайте происходит. Что они там делают. Опять же, здесь интересная, прикольная интерактивная карта. Поведение. Сейчас. Карта поведения. То есть, вообще, ну, это общая карта, как у вас люди лазят по сайту. То есть, вот, посмотрите, интерактивная карта, куда они заходили, откуда вот красная. Это одно, когда люди уходили с вашего сайта. Серый, это, соответственно, переход на другие страницы. Это все здесь отслеживается. Опять же, очень полезная история знать, кто у вас, какие у вас устройства. То есть, я был очень удивлен. У нас в этом году очень сильно выросла доля мобильников. То есть, это действительно не шутка. Смотрите, у нас 60% заходов на сайт с мобильных идет. То есть, мобильный сайт, это для очень много... Адаптивный сайт, это сейчас становится просто принципиальным моментом. Потому что 60% людей будут смотреть вас в мобильных. Что такое, вот, так, что еще рассказать вам? Соответственно, у кого есть вопросы какие-то по части аналитики? Ну, Серёж, а можно тогда уточнить? Вот, допустим, если человек зашел на форуму пожертвования или там на форуму волонтера, но при этом у него отказ, если он его прочитал все, ну, по какой-то причине там, что он ушел, и может, с помощью этой книги. Вот, все, с этим делаешь? Есть куча разных вариантов, это все, там, геном Ньютона, но на самом деле делается такая история. Google Аналитика может раздавать данные в систему рекламы. И там можно настроить фильтр, чтобы показывать рекламу всем тем, кто же зашел на страницу пожертвовать, начал заполнять, но потом ушел. И этим людям можно откручивать какое-то объявление. А ты сам как-то пытаешься с этим работать? Да, я с этим работал, я уперся в то, что у меня нету возможности, ну, пиар-службу, там просто люди устают, а, Дина, у тебя, соответственно, вот такая есть возможность крутить этим людям напоминалку о себе. Но, когда ты начинаешь ее крутить, ты понимаешь, что люди очень быстро устают от одного и того же объявления, людей нужно менять какую-то частоту. И наша пиар-служба просто не может не произвести такое количество разных объявлений. Ну, реально эта штука работает, только у меня есть один маленький нюанс. Вопрос количества. Если у вас 10 таких человек в неделю, и даже если коэффициент выхлопа у вас 10%, то это один человек. Будете ли вы ради одного человека постоянно писать эти объявления, постоянно настраивать соцсистему ради одного человека в неделю или четырех человек? То есть здесь нужно, поймите, многие из этих историй работают под объемом. То есть когда это большой фонд, соответственно, там реально объявлять объем, и там вот эту штуку прикручиваешь, это сразу 10 тысяч баксов. Для них эта игра стоит стоять. А для небольших фондов это пока такой некий космос, о котором полезно знать, но применять пока со всеми этими. Слушайте, что такое баунс-жейн? Баунс это как раз отказ. А у вас что это означает? Отказ это когда человек закрыл первую страницу. Человек зашел, увидел текст и, а, нахрен. А быстро? По времени как-то? Там разные есть критерии оценки. То есть на самом деле где-то считается, что если человек 30 секунд провел на странице, то, по-моему, угла 30 секунд. Если он больше 30 секунд, то есть он что-то почитал страницу, провел, то он не будет считаться отказом. Отказом считается до 30 секунд. То есть человек зашел, что-то так, то он нахрен зашел. Вот это отказ. Надо высчитывать документацию в аналитике. В аналитике он такой, после 30 секунд уже отказом считается. Можно вопрос? Да. То есть это что является завершением цели? Человек зашел, заполнил даже карточку, делал свою. У него карточка пустая. То есть он ничего не подойдет. А в этом Google не знает, да? Это можно, опять же, это можно. Google хочет знать обо всем. Все можно дать и рассказать. Просто вот эта операция... То есть нужно что сделать? Забрать у платежной системы данные, завершилась ли операция или нет, и отослать их в Google. Я это могу сделать со своими техническими навыками. Я боюсь, что мало кто про меня это может сделать. То есть обычно, я вот честно говорю, у нас показатель вот этого вот отвала на уровне заполнения форум 15%, причем он равномерно распределен. Не ради этих 15% вертили в такую многослойную систему передачи данных нет смысла. Я просто понимаю, что из любой цифры я посчитаю 15% и получаю браку. По среднему математическому. Но там она колеблит цифрю 15-14. То есть вот эта вся штука, она на самом деле не надо здесь подираться и искать какую-то абсолютную точность. Она для выявления порядковых вещей. То есть вы видите, что в одном канале конверсия больше в два раза, чем в другом, вы понимаете, вам нужно было понимать, куда бить. У нас была история, когда одна соцсеть приносит в 10 раз больше конверсии, чем другая. Есть. Так, ну еще вопросы по... Можно приходить к АБ-тестированию? Да. Поехали про АБ-тестирование. Поехали про АБ-тестирование.